Здорово. Еще раз приветствую наших зрителей. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, один из интереснейших мастеров в русскоязычном пространстве, Владимир Майков. Владимир также один из создателей фестиваля «Эволюция», который мы проводили в начале этого года. Помощников главного организатора Антона. Это честь. Спасибо, Владимир. Ваш вклад бесценный, огромный и очень весомый. И коротко представлю вас, Владимир. Я знаю, что вы не любите эти представления подпезные, но у вас очень много заслуг. И для людей, которые, может быть, не так давно вас знают или первый раз, может быть, видят, это тоже будет важно. Владимир – это пионер холотропного дыхания, развития холотропного дыхания в России. Владимир, и у меня такая аллегория, это говорит, что вы с прошлого тысячелетия уже проводите холотропный дыхание. Повезло дожить до 65 лет, поэтому там накопилось много сил. А также Владимир – это ученый, он кандидат философских наук, а также до этого у него более техническое образование в биофизике, поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот, и действующий преподаватель в Институте психоанализа российском на кафедре трансперсональной психологии, автор множества уникальных курсов, режиссер, творец большой буквы. И рад еще раз приветствовать вас, Владимир, спасибо, что... Рад приветствовать Антона и всех наших дорогих участников нашего эфира. Ну и я представлю Антона Апарина, путешественник по внутренним пространствам, визионер, отважный героический исследователь и потрясающий организатор на энергии которого состоялся первый фестиваль «Эволюция» почти что год назад, в начале января 2021 года. Вот 2021 год. Такой был наш ответ, да, пандемии, локдауном и всем прочим напастям. Мы ответили на это новым пониманием развития в ситуации, потому что развитие – это и есть то, что постоянно. То есть развитие – это то, что позволяет нам меняться, развитие – это то, что постоянно приносит перемены, это поток, и в то же время само по себе развитие, понятие развития – это то, что непременно, это эволюция, это то, что движет нами, это источник творчества, обновления и всего-всего-всего. Так что вот мы два сегодня сложных человека. Спасибо большое, Владимир, за представление тоже. И прежде чем мы перейдем к такой теме глубокой, которую мы сегодня решили раскрыть для наших зрителей, что такое просветление в современном и традиционном взгляде, я бы хотел попросить вас, чтобы вы рассказали нашим зрителям про простую жизнь, про то, какие активности вообще происходят, потому что очень много всего интересного, и, я думаю, это тоже поможет как бы расширить такую картинку мира нашим зрителям, и мне в том числе. Поделитесь, что вообще происходит, а потом мы перейдем к нашей теме. Ребята, я отключу комментарии сейчас, чтобы они нам не мешали, и потом ближе уже к завершению эфира мы их включим, и если будет возможность, ответим на несколько вопросов. Да, спасибо, Антон. Ну, что в мире происходит? С каких сторон смотреть и у кого? То есть, с одной стороны, есть всеобщее медийное пространство, российское, мировое. С другой стороны, есть, возможно, во-первых, медийные лакуны, альтернативные вещи, и мы тоже оттуда подсматриваем на происходящее. Если вопрос о моем персональном измерении, то я продолжаю все свои проекты, которые у меня есть. То есть, продолжаю съемку двух новых фильмов, четвертого и пятого. Это третий фильм эволюционной трилогии, и фильм о выдающемся скульпторе Виллиусе Орвидосе, его жизни, его подвиге и его послании миру. О том, что можно освободиться через творчество абсолютно в любой ситуации, независимо ни от какой ситуации. И для меня жизнь Орвидоса и его творчество – это вот уникальное послание человечеству о том, что мы можем исцелить все свои раны, связанные с травмами прошлого, с отлучением нас от линии развития, от великих достижений, от предков, от всей изломы, которая случилась, можно злечить. Он показал как. Так что вот я хочу, очень хочу премьеры этих фильмов сделать в 2022 году, завершить. Работа над ними уже вовсю идет. Философские сценарии и глубинные сценарии давно написаны. Я неоднократно по этим темам давал уже различного рода семинары, курсы и писал на эти сюжеты. Я продолжаю, конечно, программы в Московском институте психоанализа. У меня там три больших программы в этом году. Две программы по транспорциональной психотерапии и консультированию – это годовые программы. И, кстати, они являются частью большой международной программы «Тренинг наследия Грофа», которую я веду с командой лучших российских преподавателей, руководителей этой программы. И эта программа вбирает в себя все наследие Станислава Грофа, а суть которого состоит в понимании, в изучении, в применении гигантских возможностей необычных состояний сознания. Это дело всей жизни Грофа. Не только в психотерапии, в развитии, но и везде. В бизнесе, в педагогике, в отношениях, в повседневной жизни. Везде нам требуются ресурсы. И максимальный человеческий ресурс доступный каждому человеку, он связан с необычными состояниями сознания. Поэтому мы в основном через практику голотропного дыхания, но и через другие, как говорит Гроф, технологии, психотехнологии священного, мы развиваем эту тему и обучаем студентов безопасно и грамотно использовать эти возможности. У меня на моем сайте Homo Realtes несколько авторских курсов. И в ближайшее время будет курс «Что такое просветление» с 13 декабря по 23 января. Вот так вместе с фестивалем эволюции я встречаю Новый год. Не разменивай, что такое просветление. Ну и, конечно же, это вовсе не значит, что я претендую на то, что я буду передавать, обучать просветлению или передавать какие-то высшие духовные знания. Нет, конечно, у меня нет ни претензий, ни прав на позицию духовного мастера или духовного учителя. Я эксперт, я ученый, я человек, имеющий свой личный опыт большой, но это не значит, что в результате этого опыта я стал совершенным, просветленным духовным мастером. Я встречался с великими духовными мастерами, общался, задавал им вопросы по этой важной теме, учился наставником в этой области. Поэтому я делюсь с точки зрения вот именно, ну, как можно было бы сказать, пандита, ученого, эксперта, ну и просто человека, имеющего личный опыт. Он обширный, и я думаю, что он будет ценным для всех, потому что, ну, большинство людей имеет примерно такой же опыт. Вот это такая позиция. И этот курс пятый в серии моих онлайн-курсов, и он самый большой, самый масштабный. То есть в нем, помимо традиционных уже для моих курсов, двенадцати моих бесед, по две беседы каждую неделю, также и по одному вебинару каждую неделю для участников, также будет двадцать четыре моих интервью с просветленными мастерами и с экспертами в этой теме. Двадцать четыре интервью. Большинство переведены, по-моему, только три непереведенных интервью, но я их включил, потому что, ну, хотя бы для тех, кто знает, как бонусы, для тех, кто знает английский язык, это тоже будет важный, весомый материал. Во всех предыдущих курсах максимум было двенадцать моих интервью с мастерами, здесь двадцать четыре. Вот это, наверное, основные мои проекты, ну, и плюс, конечно, я регулярно веду онлайны, откликаясь также на просьбы своих друзей, и мне это тоже очень нравится по этим темам. И, конечно же, другой грандиозный январский проект, это фестиваль Эволюция, которому я помогаю вместе с другими мастерами. Мы все безвозмездно участвуем и приглашаем ну, всех своих, всех своих, то есть, те, с кем мы связаны через соцсети, через почтовые базы, те, кто посещает наши семинары, конференции, мы всех зовем и приглашаем, потому что, во-первых, это онлайн фестиваль, я бы даже сказал, марафон, который длится восемь дней, своего рода восемь спиц в колесе Будды, восьмеричный путь, который имеет структуру интегрального пути, то есть всеохватного, он отталкивается от проекта Кино Виллера и других масштабных интегральных проектов, таких как, например, интегральная веданта, Шри-Урабинда и недвойственные традиции нео-веданты современные, таких как интегральный проект института СЛН, таких как интегральный подход, воплощенный в русской традиции, например, русской религиозной философии всеединства Владимира Соловьева, это системный подход, то есть вот все версии целостного, интегрального, всеохватного подхода, потому что только тогда, когда мы идем серединным путем, широко смотрим на мир, понимая, что нету заблуждений, в каждом пути есть своя истина, что люди не дураки, они не следуют глупо ошибкам, они могут отклоняться в крайности, но и в этой крайности есть здравый смысл, истина, которая может быть полезна, но истинная ценность крайностей и всех путей проявляется только тогда, когда у нас есть интегральный охват, большое целостное поле, большая интегральная карта, и тогда все приобретает настоящие координаты, свой интегральный адрес в большом пространстве путей и развития человека. Вот я также приглашаю всех на этот удивительный проект, где лучшие российские мастера также будут делиться самым главным всем тем, что, во-первых, набежало, накопилось, проявилось за истекший год, но также будет и несколько новых мастеров, которые по каким-то причинам не участвовали в первом фестивале эволюции, они будут участвовать именно в этом фестивале. Так что это вот наверное самый главный проект, ну и конечно важнейший для всех нас проект, который имеет кодовое название Новый год, то есть это завершение всех важных дел, все, что можно завершить, нужно завершить для того, чтобы войти в Новый год пустым, вот это знаменитое пустое пространство, ум дзен, ум новичка, обновленным, готовым к новому, то есть вместе с мировыми циклами, вместе с мировыми тенденциями архетипическими обновления жизни в Новый год, мы тоже все по возможности должны прийти обновленными, через праздники, через ритуалы, через индивидуальную работу, через фэншуй, для того, чтобы следующий год тоже пройти вот на гора, на высоте, жить на всю катушку, избавиться от всего ненужного, и открыться всему новому, вот, наверное, такой список моих дел, и я думаю, что у большинства наших слушателей что-то подобное, близкое, ну и, конечно, свое существует. Здорово, Владимир, огромный, как я и предполагал, пектор активности ваших, вот очень интересно, какой еще фильм, помимо художника Орвидоса, эксклюзтора, вы снимаете, но об этом как-нибудь в другой раз, наверное, вы расскажете, вот, ну или, может, сейчас вспомините. Третий фильм эволюционной трилогии это о героизме, о главной энергии нашей жизни, о том, что движет нами, вот о чем, потому что, ну, как известно хорошо, всем практикам йоги, да, йога это управление энергией, праны, кундалини, но для того, чтобы эту энергию управлять, ее поначалу нужно проявить, а энергия проявляется через асаны, через движение и через дыхание, а также тонкая энергия через, ну, то, что называется в традиции раджа-йога, да, йога ума, сознания, высших, движений, души и духа, и когда эта энергия проявляется, мы ее замечаем, а заметив, мы можем объединиться в созерцании с этой энергией, и вот когда мы едины с энергией, когда мы и энергия одно, мы этой энергией можем управлять, и вот мое открытие, которое, в общем-то, путь, которому было около 25 лет, оно стоит в том, что существует восемь фундаментальных видов энергии и восемь фундаментальных героических путешествий, потому что вот этот слоган «Путешествие героя», который впервые был введен гениальным Джойсефом Кэмпелом в 1948 году, когда он опубликовал свою книжку «Герой с тысячу лицами», относился первоначально к мифическому путешествию, которое было прообразом всей человеческой жизни и всех наших путешествий, но следуя поначалу модели Кэмпела я достаточно быстро обнаружил, что это не так, что помимо кэмпеловского мифического путешествия, у нас есть еще человеческое экзистенциальное путешествие и у нас есть еще духовное путешествие с разными смыслами, разными задачами, разными картами, разными структурами. Это было легко, потому что прообразом этой карты была знаменитая карта древности, связанная с шаманским миром. Три мира было еще тогда, 50 тысяч лет назад, нижний мир, средний мир и верхний мир. И это универсальная классификационная карта и современного человечества. Ну, скажем, в психологии у нас есть подсознание, сознание и сверхсознание. в доме есть подвал, дом и чердак. Когда вот три этажа, три уровня мира, у нас есть тело, есть энергия, есть дух или душа и дух. Так что, но гораздо сложнее было дальнейшие шаги, дальнейшая детализация. И это было связано не с какой-то моей отсталостью и глупостью, а просто с тем, что уровень знаний проявленных был недостаточен. И потребовались вот эти 25 лет исследований в трансперсональной, гуманитарной, процессориентированной психологии в духовных традициях, исследований духовных традиций, для того, чтобы понять вот главные направления нашего развития, скажем, в человеческой области, в зоне экзистенциальных путешествий. И благодаря вот всем этим пионерским исследованием я понял, что есть шесть главных направлений развития, шесть героических экзистенциальных путешествий со своими смыслами, результатами, видами, энергиями и так далее. И существует многообразие духовных путешествий и тем не менее единая структура, единые практики, которые открыл, например, Роджер Волош, семь практик общих для всех духовных традиций, с помощью которых мы приобретаем ресурсы, знания, навыки для того, чтобы двигаться дальше, необходимые способности для продолжения путешествий. И существует пять стадий духовных путешествий, которые подробно описаны в работах Кена Вилбор, ну, скажем, в интегральной медитации. Все больше и больше недвойственности и соответствующие методы, практики на каждом уровне и для перехода на следующий уровень. celebrating. То есть постепенно, постепенно обогатилась карта духовных путешествий, то есть многообразие путешествий, связанных со всеми мировыми уникальными духовными традициями, скажем, классическое шиитское путешествие, суфийское путешествие в разных школах, путешествие Хинаяны в буддизме, путешествие Махаяны, дзен, например, путешествие Ваджраяны в разных школах, их много, и путешествие цзокчен, То есть вот разные карты разных путешествий, многочисленные тонкости, понимания. И также фундаментальное понимание, что в области мифических путешествий существует два главных путешествия. Одно связано с персональной мифологией, с индивидуальным бессознательным, а другое связано с общечеловеческим бессознательным, коллективным бессознательным. Это своего рода древо эйя в аватаре, анима мунди, общая душа всечеловеческая. И как сумма, результат вообще всей человеческой жизни, всего человеческих опыта и знаний, и всех общечеловеческих проблем, ограничений и надломов. Так что вот постепенно вырисовалась эта, ну и универсальная структура вообще всех духовных путешествий, которые символизируются крестом и четырьмя главными секторами. То есть отправная точка, начальное путешествие, затем зов, переход границы, неизвестность, сражение бурной схватки, преодоление проблем, препятствий, получение плодов и возвращение в новый мир. То есть универсальная структура, все, что имеет начало, имеет конец. Вот эта универсальная структура, она характерна и для мифического путешествия, она характерна и для всех экзистенциальных путешествий, для всех духовных путешествий. Потому что у нас есть начало, у нас есть путь, есть как бы максимум энергии на этом пути, максимум проблем, сражение, преодоление препятствий. и у нас есть, наконец, победа и возвращение в новый мир. И вот благодаря этой универсальной четверичной структуре как раз и происходило на протяжении столь долгого времени редуцирование всех человеческих, экзистенциальных и духовных путешествий к мифическому путешествию Джозефа Кэмпела. Потому что внешне вроде бы казалось это одно и то же, потому что четыре универсальных сектора, четыре главных фазы, четыре универсальных архетипа, которые, кстати, соответствуют самым фундаментальным архетипам нашей души и соответствуют четырем перинатальным матрицам Грофа. Первая матрица – начало пути внутритробного существования, вторая матрица – схватки, отсутствие, выхода, третья матрица – прохождение через городовые пути, борьба, смерть и возрождение, и четвертая матрица – актуальное рождение, появление на свете. Ну и архетипам четырех планет больших, то есть Нептун, Сатурн, Плутон и Уран. И именно благодаря наложению нескольких структур, то есть структуре 17 стадий, открытых Кэмпелом для мифического путешествия, мифического путешествия и четырем секторам, была такая обманчивая внешняя схожесть, и структура, энергия, смыслы мифического путешествия ошибочно проецировались на все человеческие путешествия и на все духовные путешествия. И вот мое открытие стоит в том, что это совсем не так, и каждое путешествие имеет свою структуру, свою энергию, свой путь и так далее. Вот о чем будет третий фильм, третий фильм эволюционной трилогии, о восьми главных сценариях человеческой жизни, о восьми энергиях, о восьми видах путей и о том, как овладеть этой энергией для того, чтобы стать хозяевом жизни во всех жизненных путешествиях. То есть это вот такая метачеловеческая йога, такая интегральная йога, которая уже говорит обо всем человеческом пути, обо всей человеческой жизни. Ну вот я слишком много говорил об этом. Но отчасти тему духовного путешествия мы тоже затронули. Работа над фильмом, над этим уже ведется? Или вы работаете? Да, конечно, ведется. Снято несколько материалов, интервью, полностью готов сценарий. Я вот сжато его сейчас рассказал, о чем ключевые точки, контрапункты. Многое еще сделать, но это по ходу. По ходу там мизансцены, художественный язык, материал там. К сожалению, вот фильм был приторможен двумя главными причинами. Конечно, во-первых, глобальным карантином. Я не могу сейчас путешествовать для того, чтобы снимать материалы с людьми, которые живут вне России. Во-вторых, конечно, это нехватка средств, потому что я сам не бизнесмен, у меня нет личных средств. И предшествующие фильмы я делал благодаря помощи людей, которые поддерживали, спонсоры с щедрой помощью. Потому что фильмы снимаются в формате 4К, на качественной аппаратуре. И хотя сам я могу работать бесплатно, я это и делал, тем не менее, людям, которые снимают, монтируют, звукорежиссеры, мне нужно платить. Да, и это в итоге набегает... Поэтому, Владимир, хочу сказать, что всячески хочется поддерживать ваши проекты и буду всеми силами стараться это делать. И приглашаю наших зрителей тоже поддерживать все проекты Владимира, любой класс, который вы делаете, либо там эволюционный кинотеатр и так далее. Ну, все есть на сайте у Владимира. Вот, вся поддержка, она идет... Появлялись новые такие тщательные проекты. У меня есть желание в новом году найти или чтобы меня нашел хороший, понимающий в том, что я делаю продюсер с хорошими ресурсами. Да, для того, чтобы... Я занимался непосредственно только творческими задачами, потому что вот два последних фильма, наверное, 70% или 80% времени я тратил на поиски денег, ресурсов. Это, конечно... Для меня это не мое дело, для меня это тяжелые задачи. Может быть, немножко в ущерб творческим задачам в этой области и в других областях, потому что, ну, время единственный невосполнимый ресурс, и его всегда не хватает. Люди, которые там делают проекты. Я еще, короче, хочу поддержать вот эту тему с кино. Очень откликается ваш такой позыв эволюционный, чтобы современное кинжство, которое сейчас строится, но вот этой упрощенность модели Джосефа Кэмпбелла, пути героя, чтобы оно обогатилось всеми вот этими путями путешествий, различными, которые есть. И это бы трансформировало... Это не значит... Да, я тоже надеюсь, надеюсь, что это поможет и творцам, и создателям произведений, медиаконтента. Это поможет вообще каждому человеку стать хозяином своей жизни. Это самое главное. И что тоже очень важно, избавиться от медийного рабства. Маршал Маклюин говорил, медиа is the message. Вот все, что мы купаемся, мы живем в этой медийной среде. То, что вещает нам медиа, большинство людей воспринимает как реальность. Поэтому это чудовищный инструмент манипулирования также людьми. Но поскольку главной структурой современного медиа, оно работает по модели Джосефа Кэмпбела, то послание медиа редуцирует высшие измерения нашей жизни к мифическому измерению. То есть оно в каком-то смысле косвенно, ненамеренно оболванивает всех нас, снижая чувствительность к человеческим темам, и снижая чувствительность к духовным темам. И, конечно же, вот то, что предлагаю я, это своего рода антидот, это таблетка против медийного рабства для всех людей. В этом смысленно может быть полезным. Ну и, конечно же, людям, которые работают с людьми, то есть прежде всего бизнесменам, политикам, организаторам, тоже жизненно необходимо знать энергии людей, их смыслы, чувствовать вот все измерения человеческого существования. Потому что как иначе мы можем работать с людьми, если мы не знаем весь человеческий мир. И в этом смысле этот курс, конечно, эти открытия, я думаю, чрезвычайно важны лидерам, особенно тем, кто работает с людьми и делает большие проекты. Вот такие мои не очень скромные представления. И для тех, кто не знает, главный, самый известный фильм, который дал толчок к этому развитию в Голливуде и затем по всему миру истории путешествия героя Джосефа Кэмбелла, знаменитые «Звездные войны». И я, Владимир, очень хочу пожелать, чтобы на новом этапе более грандиозный фильм был создан уже по вашим лекалам, с их учетом. И это было бы здорово, потому что я действительно слышу все больше и больше то, что это не просто ваши слова и видения, а это реальность, что есть действительность синхронизации с перинатальными маркетинами, с другими различными направлениями. И просто люди должны услышать это с первого раза. Всячески хочется вас поддерживать в этом направлении. Спасибо за такой рассказ. Ну и перейдем к теме основной, что такое просветление. Во времени, которое у нас есть, попробуем раскрыть как это видение современных и традиционных подходов. Что это такое? И можем ли мы встать сейчас с позиции, находясь в жизни, в городе, в какой-то активной социальной жизни вообще? Важно ли нам это? Может быть, с такой точки входа попробуем? Попробуем на большой теме? Конечно. Нам это важно, потому что то, что мы называем духом, духовностью, духовным измерением, это неотъемлемое измерение жизни каждого человека. Оно проявлено наиболее ярко в нашей жизни, в детстве. Да, когда мы на короткой ноге с бесконечностью. Недаром Иисус говорил в Евангелии, будьте как дети, ибо их есть Царствие Небесное. И это буквально и означает, что дети, которые живут в открытом состоянии, они в контакте со своей собственной бесконечностью, в контакте с бесконечностью мира, и гораздо в меньшей степени ограничены умом, концепциями, общечеловеческими страхами и ограничениями. Поэтому мы окружены духовностью. Ну, скажем, искусство это врата к духовности, врата к бесконечности. Недаром во всех великих мировых религиях наиболее совершенные произведения искусства, они связаны с духовной традицией, с духовными путями, с жизнью духовных персонажей. Я помню, когда в последний раз я с женой побывал в Лувре, мы галопом по Европе, правда, пробежали день всего лишь на Лувр, но вот такое суммарное впечатление, которое мы получили, 90% вообще всех произведений в Лувре связано с христианством. Да, вот великое искусство, великие творцы, вдохновлялись и были вратами к духовному миру, к сюжетам, и вот то, что помогало людям насыщаться духовностью, восстанавливать связь, это красота произведения, потому что красота, как известно, в глазах смотрящего, а это означает простую вещь, о том, что когда я говорю, что что-то красиво, то я нахожусь в состоянии творца, который создал это многомерное произведение, и из духа, из бесконечности которого, да, и возник, возникло это произведение, этот образ, эта песня, этот спектакль, эта книга, и любое другое произведение, и поэтому выходя через объект искусства, я проникаю в сознание, в дух творца, и это состояние, в котором я нахожусь, вызывает у меня переживания, которые я называю красотой, да, то есть везде, когда мы видим красоту, да, есть в качестве основы дух, красота, это те глаза, через которые дух смотрит на нас, на мир, и мы смотрим своей красотой глазами своего духа, поэтому духовность присутствует везде, она присутствует в отношениях, она присутствует в красоте повседневной жизни, в красоте гаджетов, вот мы говорим о дизайне, например, да, о том, что вот есть совершенный дизайн ноутбуков, там, телефонов, там, домашних предметов, есть менее совершенные, то есть красота проявляется в этом, она ведет нас в духовное, поэтому постижение духовного, узнавание о нем осознанное, я бы даже сказал светское, если вам, например, ну, не нравится что-то связанное с излишней ортодоксальностью традиционных религий или духовных традиций, и, ну, что грех оттоить, некоторые традиции действительно достаточно закрытые, это традиционно, да, то есть это длится уже долгие-долгие, столетия или даже тысячелетия, то почему бы не быть светским человеком, да, не практиковать светскую духовность через медитацию, через контакт с бесконечностью, потому что на самом сущностном уровне духовность это бесконечность во всем, безграничность во всем, неограниченность во всем, это истинный источник всего и вся. Я раскрою это на примере нашего восприятия. То, что мы видим, есть дубликат, мир отражается в нас, как в зеркале, поэтому, если зеркало, то есть мы кривое, мы видим криво. Если во мне, например, только черное и белое, я смотрю на вас и вижу только в черно-белом варианте, я не вижу цветов, как, кстати, некоторые животные или люди с патологиями зрения. Если во мне существует миллион цветов, например, я вижу, я различаю в себе внутри миллион цветов, я вижу это в людях, я вижу это в тканях, я вижу это в предметах, я вижу это в растениях, в живом мире, эти миллионы цветов. Если я в контакте со своей истинной природой, как говорят духовные традиции, а она, ее главное качество бесконечность, то, соответственно, я уже не набрасываю никаких ограничений на то, что я воспринимаю, на вас, на пальму за вами, на экран смартфона, через который происходит наш эфир. То есть, я не использую ни вас, ни пальму, ни смартфон как вешалку для проекции, для набрасывания себя, потому что я бесконечен, я в контакте с своей бесконечностью. это вот такая техническая афора того, что такое просветление. То есть, это открытие источника истинной природы бесконечности в себе, исследование, открытие через традиционные духовные практики, через посвящение реализованного духовного мастера, который показал тебе твою истинную природу, либо в рамках ритуальных практик передачи твоего ознакомления с твоим истинным состоянием, либо непосредственно, потому что реализованный мастер живет в этом состоянии. И что бы он ни делал, читал книгу, гулял, смеялся, играл на флейте, обедал с учениками, лежал в гамаке, все насыщенно, все проявляется, все в качестве источника имеют его изначальное просветленное бесконечное состояние. И поэтому в жизни реализованного мастера, жизнь, вернее, реализованного мастера, она сама по себе в любом аспекте является учением и практикой передачи изначального состояния. Именно это и заложено в смысле Евангелия, благая весть от Бога. Жизнь Христа сама по себе и есть учение. Не только описание этой жизни в качестве текста канонического или не канонического Евангелия, сама жизнь это учение и послание, потому что бесконечность, Бог воплотился в человеческом теле для того, чтобы людям, облегчить восприятие людям того, что есть реальность, того, где есть истина. И Христос постоянно говорит, я есть истина, я есть свет, я есть реальность, смотрите, слушайте, воспринимайте. Вот, наверное, что можно на сущностном уровне сказать о таком классическом, традиционном понимании того, что такое просветление. И я сам вплотную серьезно заинтересовался этой темой, начиная вот так серьезно с 1980 года, когда я стал уже членом московского транспарционального подполья. И уже в 1982 году я вместе с лидером нашего подполья Виталием Михейкиным съездил в Бурятию для того, чтобы ближе познакомиться с настоящим тибетским буддизмом через учеников великого ламы бурятского бедии Дандаревича Дандерона, потому что именно они были носителями истинного знания о буддизме. Кстати, в академической науке тоже именно ученики Дандерона были настоящими буддологами, сведущими. И нам страшно повезло, потому что именно в это время в Бурятии состоялось учение Далай-лама. Мы об этом заранее не знали, но нам страшно повезло, потому что три с половиной дня я был в пространстве, в присутствии его святейшества Далай-ламы и от него получил свои первые буддистские учения. Было много всего интересного и уникального для меня в эти дни. Сейчас не буду об этом говорить, это уведет нас далеко в другую сторону. Скажу только вот то, что имеет непосредственное отношение к классическому пониманию просветления. Я был вдохновлен, воодушевлен, ну и, конечно, старался применять на практике полученные знания, регулярно практикуя то, что дал нам Далай-лама. Прошел год, прошел два в ежедневных медитациях, три-четыре и постепенно, постепенно, постепенно пришло недоумение, пришло непонимание и даже какая-то критика. Почему я еще не просветлен, спрашивал я себя? Я же практикую, я получил у просветленного мастера важнейшее учение. Почему ничего не меняется? Радикально? Нет, конечно, что-то у меня менялось, как и у всех людей. Я изучал многие дисциплины, я был тогда аспирантом Института философии, у меня был широкий кругозор, я познакомился в 82-м году уже с работами Кена Вилбера, а до этого с работами Станислава Грофа в 80-м году. То есть все продолжалось, я изучал другие духовные традиции, но просветление было далеко. Я человек достаточно трезвый и самокритичный, все-таки первое образование физтех, такая точность, строгость, наука, ясность, трезвость, критицизм, и я ясно видел, что я в основе такой же, обычный, нормальный, как все, заблуждающийся, ограниченный, непросветленный человек. Конечно, устремленный, ищущий, не без талантов, но тем не менее, по большому счету, ничем ни от кого не отличающимся. И постепенно, постепенно, постепенно происходили другие события, тогда в Советский Союз приезжали иногда еще известные буддистские ламы, самым известным был Баку Ларимпоче, верховный лама Ладакха, и пару раз удалось встретиться с ним и получить от него посвящение. Затем началась перестройка, и появилась возможность великих училий приезжать к нам в Россию, и мне очень повезло в 88-м или 87-м, сейчас не помню, году познакомиться с книгой Чургьяла Намхай Нарбу от Зокчен «Беседы в конвее», на английском языке я ее прочитал, восхитился, мне повезло узнать его адрес, списаться с ним, получить приглашение на его ретрит, и в 90-м году я был на ретрите в Соединенных Штатах Чургьяла Намхай Нарбу и получил наконец-то первое свое посвящение в Зокчен, и начался новый этап моих духовных практик на совершенно другом новом уровне ясности, глубины и это продолжалось вдушевленно много лет, но в конце концов я опять пришел к тому же выводу, что в каком-то смысле ВОЗ и ныне там я далеко еще не просветленный человек, чуть более знающий, начитанный какими-то умениями, навыками, но просветление далеко и тут у меня стали возникать вопросы и сомнения, потому что ну в общем-то будучи на ретритах многих известных учителей не только в России, но и за рубежом, а также мастеров многих традиций, и традиции Адвайта Веданта, и традиции индуизма, и традиции даосизма, и мастеров шаманов, я с удивлением обнаружил, может быть, это мое заблуждение, моя ошибка, я этого не исключаю, но вывод, которым я пришел, состоял в том, что почему-то у великих просветленных учителей, восточных учителей нету просветленных учеников, вот я не встречал, то есть очень высокого уровня ученики, но даже когда я напрямую спрашивал вот их, ты уже достиг реализации, ты просветлен, я получал смущенный ответ, который не оставлял сомнений, что да, человек критичен и не считает себя реализованным, учеником реализованного мастера, и постепенно, постепенно я пришел вот к этому выводу, что нету почему-то по каким-то причинам просветленных учеников у просветленных мастеров в наше время, и, конечно, почему я спрашивал эти великие традиции, которые давали плоды во времена Будды, во времена Падмасамхавы, во времена Христа, во времена Мохаммета, во времена Гурунанаха, традиции пундалини йоги, да, в наше время таких плодов не дают, и постепенно я понял, какой же я дурак, ну, конечно же, ведь мир-то изменился со времен Будды, мы же живем не в деревнях, а мы живем 50% населения земли живет в мегаполисах, а это другая структура, другие сети, другие потоки информации, другие связи, другой мир, другие отношения, другие ценности, и, соответственно, другие ограничения и другие фундаментальные привязанности, да, мешающие, другие препятствия к духовной реализации. И вот тогда у меня возникло первое озарение, первое понимание о том, что, ну, да, необходимо по-видимому обратить внимание на понимание того, какие же препятствия у нас есть. И вот это понимание было реализовано в моем первоначальном проекте, который получил название «Инструменты эволюции». А еще раньше я начал вот такие свои художественные поиски просветления в большом проекте, в большом фильме «Что такое просветление наука, искусство и духовность?» Я беседовал и снимал на камеру эти беседы с мастерами, мастерами духовных традиций, реализованными мастерами, мастерами, основателями главных направлений современной психологии и психотерапии Станиславом и Кристиной Гроф, Арнием Минделл, Кеном Вилбером, Роджером Волшем, Майклом Мерфи и многими-многими другими, великими учеными из других областей, великими художниками, Алекс Эллисон Грей, например, и постепенно, 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 постепенно вот накопился материал большой, который в конце концов, не буду говорить, сколько крови мне это стоило, и преодоление собственного невежества и ограничений, но в конце концов возник фильм, который с названием «Танец бесконечности». То есть вот на сущностном уровне он как раз и передает эти поиски. И вот как бы послание этого фильма, главное послание от мастеров миру состоит в том, что тайна мастеров это контакт, открытие, постоянный живой контакт с бесконечным ресурсом, с бесконечностью, то есть вся жизнь, все творчество, все произведения мастеров происходят из этого вечного ничем не ограниченного источника. Это и есть тайна мастерства. И фильм рассказывает и об этой тайне о том, дает намеки о том, как стать мастером. И одновременно вот в этом фильме созрелись имена уже из следующего понимания, то есть не классического понимания просветления. И я поясню, с чем это связано. Дело в том, что на протяжении тысячелетий вообще всей духовной истории человечества, она, ну, зафиксированная или как бы такая задокументированная история человечества, начинается пятьдесят тысяч лет назад с шаманизма. Вот тогда появились первые пещерная живопись, тогда появились первые древнейшие погребения, первые предметы, и они как раз и являются живым свидетельством о том, какой стала наша жизнь. Вот этот переход радикальный, когда люди стали хоронить своих умерших, предков, класть туда драгоценные предметы, рисовать на стенах пещер свой внутренний мир, да, то есть появился внутренний мир, независимый, обособленный, который жил своей жизнью, которым можно было делиться, и появились шаманские практики, да, то есть представление о гигантской живой вселенной, где все имеет свой дух, с которым можно общаться. Человек, как проводник человеческого духа, может общаться с духами всех живых и неживых существ, обитающих в этой вселенной. То есть вот с этого начинается история зафиксированная человечество. и вот мне кажется, что вот классическое понимание духовности было связано с тем, что духовность есть начало и конец, альфа и омега, высшая точка вообще всего и достигнув духовного развития, мы становимся одновременно экспертами во всех областях жизни. Нередко духовный человек, мудрец, святой, считался одновременно главным экспертом во всех других делах. Ну, скажем, до сих пор к российским старцам длиннющие очереди людей, которые жаждут решения своих житейских проблем, бизнес-проблем, политических проблем. И, кстати, вот один из самых известных старцев России был духовником и всех российских философов, и Достоевского, и Толстого. Достоевский описал его как старца Зосиму в своем романе «Братья Карамазовы», между прочим. И жил тот старец в общей пустыне. Так что это традиция восприятия духовных просветленных мастеров, священников, мул, индийских духовных реализованных мастеров, как высших авторитетов и знатоков во всех других областях жизни, как советников, императоров, царей во всех светских дисциплинах. И недаром духовный авторитет, например, Папы Римского в некоторые периоды истории был выше, чем авторитет королей и царей. Папа мог смещать королей и императоров и царей. А духовный авторитет российского императора был вообще высочайшим. Потому что он объединял в себе высшую не только светскую, но и духовную власть. То есть его авторитет был выше даже патриархом. Поэтому духовность была точкой отчета и мерилой во всем. И это классическое понимание духовности, что это универсальное развитие. Духовное развитие, универсальное развитие. И я исходил также из этого. И для меня духовность была отмычкой в мир совершенства, в мир развития. И достичь просветления, используя методы знания духовных традиций, для меня также было достичь высшей реализации вообще во всем. А кто не хочет достичь высшей реализации? Но этого не случилось. И одна из причин изменился, мир изменились, мы появились новые ограничения, новые препятствия, поэтому прежние духовные практики не работают так хорошо, как они работали раньше в той ситуации. И необходимо их дополнять чем-то еще. Они совершенны, они не изменились, они будут работать так же хорошо, но нужно создать некоторые дополнительные условия. Например, большинство духовных мастеров, с которыми я общался, экспертов, говорят о том, что современному человеку чрезвычайно полезна и важна также глубинная психотерапия, очищение самых глубоких травм, индивидуальных и коллективных, потому что иначе это важнейшее препятствие. Необходимо критическое мышление, то есть широкий кругозор, научное знание объективное для того, чтобы тоже духовно развиваться современным человеком. Иначе мы наградим множество препятствий. Все основные препятствия мы создаем сами, и они связаны с нашими ограничениями, потому что любое преодоление всех наших ограничений это ускоритель нашего духовного развития и помощи в духовных практиках. Вот это первое, что понял я, а второе, это изменилось и в каком-то смысле деромантизировалось само понятие просветления, как абсолютно высшего развития во всем. Вот те многочисленные и точные исследования, которые были сделаны в мировой гуманитарной традиции, они и показали мне, что духовное развитие это одна из восьми фундаментальных и возможных для каждого человека направлений высшего развития, но оно не заменяет другие линии, оно ускоряет, но не не заменяет, например, развитие в области творчества, развитие отношений, развитие в области науки или бизнеса, то есть став просветленным вовсе не означает, что ты станешь великим бизнесменом, создашь самую успешную корпорацию, то есть у тебя может быть больше реальности, трезвости, ясности, управления эмоциями, незадейственности, меньше ограничений, но все равно тебе придется осваивать специфические знания, специфические навыки, специфическое понимание того, как действует вот эта корпорация в современном очень сложном системном мире, вот поэтому постепенно вызрало понимание вот такой большой карты высшего развития и основанной на ней новое понимание того, что такое просветление или высшее развитие в наше время и помимо духовного развития, и тут есть множество треков для духовного развития, но общая структура, то есть семь практик описанных Роджером Волшем в его знаменитой книжке «Основание духовности» и пять стадий духовного развития, блестяще описанных Кеном Билбером в интегральной медитации, ну и там отсылки к соответствующим знаниям, методам, практикам в этих книгах существует, но помимо этого существует еще классическое развитие, связанное с индивидуальным и коллективным бессознательным, то есть очищение наших самых глубоких ран и травм, травмы рождения, травмы раннего детства, общечеловеческих травм, связанных с надломами, с переходом незавершенным от язычества к мировым религиям и отрицание, особенно монотеистическими религиями, языческого и шаманского прошлого, то есть нарушена связь времен, невозможно пользоваться ресурсами, созданы новые ограничения, помимо положительных вещей, связанных с мировыми религиями, это действительно большой шаг вперед, это новый проект, одновременно что-то при вот таком борьбе за паству было утрачено, что-то очень и очень важное, и это является фундаментом некоторых проблем, более того, в каждой нашей проблеме и в каждом нашем ограничении я вижу эхо вот этих надломов, и с ними человечеству неизбежно нужно будет фундаментально работать, мы уже начали работу с этим через кельтский ренессанс, через серию фильмов, такие как Василин Колец, переосмысление языческого прошлого, кельтского прошлого, вот это всепланетное паломничество в Индию, знакомство с Индией, с индийской культурой, с индуизмом, который по сути есть мировое язычество в форме мировой религии, вот тоже самая система характерна любого языча, много богов, но единственный уступок в сторону мировых религий это Шива, который высший и единый бог, и в каком-то смысле на высшем уровне все боги индуизма это манифестация Шивы, а вся реальность проявления его космического танца Шивы Натараджи, его космическая энергия, но на мирском индуизме та же самая структура языческого мира, и мы европейцы, пленники монетаристической культуры и религии, да, вот один бог, один человек, одна реальность, да, мы путешествуем в свое собственное языческое прошлое и восстанавливаем контакт со своими собственными ресурсами через Индию, она воскрешает нас эти способности, она помогает нам решать проблемы, мы обновляемся через это, то есть все послание интегральной трансперсональной традиции, та же самая весть восстановления связи времен, вот та мощь, которая наполнена творчеством Виллиса Орвидеса, который тоже делал скульптуры и шаманские, языческие, вообще из всех мировых религий, будучи литовцем, сельским жителем, который не закончил 10 классов, то есть необразованным, католиком и даже францисканским монахом, да, он все это преодолел в своем творчестве, стал вратами к анимамунде в душе человечества, и все, кто приезжал к нему в хутор, люди после тюрьмы, диссиденты, больные, наркоманы, все пожив там, восстанавливались, выздоравливали, оживали, становились творцами вот в этом пространстве, которое создал Виллиус Орвидас, то есть мир наполнен инициативами, такими вратами, восстановлением нашей связи, и поэтому очень коротко подводя итог, главные направления какие, то есть духовное развитие, высшее духовное развитие, второе направление, высшее вертикальное развитие, все выше и выше и выше, путь чемпионов, блестяще описаны в интегральном подходе, в спиральных динамиках, 10 главных линий развития, соответствующих 10 направлений внутренней разумности с мужскими и женскими версиями, третье, это героическое развитие, 8 героических путешествий, овладение энергией жизни и главными структурами и картами, четвертое развитие, это путь целителя, становление своим собственным психотерапевтом, самостоятельная работа над травмами общечеловеческими глубинными и пятое, это развитие отношений, обязательно развивать отношения и здесь стать гениальным возлюбленным, гениальным родителем, гениальным сотрудником и сотворцом. Владимир, а как вы смотрите на то, чтобы полчасика еще продолжить эфир, потому что сейчас он прям прервется и мы можем пригласить сейчас ребят, если есть возможность 15 минут или 20, я сохраню и перезапущу, допустим. Персональная, персональная эволюционная вселенная каждого человека, то есть доступное каждому из нас направление высшего развития и по каждому направлению развития существует уже фундаментальное понимание и знания, методы и практики развития и понимание того, как они между собой взаимодействуют, как они друг другу помогают и так далее. И я вкратце напомню, что я сказал. То есть есть духовное развитие и мы об этом уже много говорили. Это одно из развитий, развитие состояния пять уровней все больше и больше недвойственности со своими уникальными практиками. Это прерогатива духовных школ и духовных традиций. есть развитие героическое, описанное в мифическом путешествии Джосифа Кэмпом. То есть это исцеление наших самых глубоких ран, овладение энергиями жизни. Это выход из детерминации общечеловеческой истории. То есть если мы проделаем героическое мифическое путешествие, мы уже не рабы своего прошлого, мы свободны от него, мы победили своих драконов, нас не раздирают энергия разрушающих негативных эмоций. В этом смысл героического путешествия. Власть прошлая над нами невластна, мы свободны. Смысл шести главных человеческих измерений развития, достичь высшего развития в них и смысл духовного совершенствования и развития это завершить эту историю, да, выйдя из ограничений человеческой жизни, из ограничений кармы, из ограничений этой вселенной. Но все направления развития, шесть человеческих, высшее и низшее развитие, они равным образом нам необходимы и они друг друга поддерживают. Ну, скажем, без исцеления самых глубоких охран мифического путешествия, без его завершения мы не сможем освободиться, мы не сможем достичь высшей духовной реализации. Нам постоянно будут мешать наши травмы, наши ограничения, наши проблемы, наше неумение владеть и подчинять разрушающей энергии. Дальше, вот что касается человеческого измерения, какие возможности у нас здесь, я говорил, что первое направление это вертикальное развитие, все выше и выше и выше и выше. Я школьник, закончил 10 классов, институт, кандидат, доктор наук, PHD, получил международные премии, открытие, лауреат Нобелевской премии, то есть достиг высшего развития в области знаний, науки. Я студент музыкальной школы, затем лауреат государственных конкурсов, затем артист ласкала, например, или собирая концертные залы в крупнейших залах мира, как музыкант, например, всемирно известна, и меня слушают все, как слушают Димаши, например. Дальше, я, ну, скажем, гений политики, гений бизнеса, это все различные направления вертикального развития, 10 главных измерений внутренней разумности, 10 своих особых линий развития, они не одинаковые. Например, линия морального развития отличается от линий когнитивного развития, отличается от линий сексуального развития, отличается от социального интеллекта, на эту тему вот недавно книжка Дэниля Голлмана вышла, «Социальный интеллект», человек, который когда-то описал эмоциональный интеллект, сейчас вот занимается другими измерениями внутренней разумности. То есть это разные линии, они специфичны для мужчин и женщин, и есть еще некоторые типовые отличия. Это блестяще описано Кеном Вилбором и в спиральной динамике, немножко дополняющее альтернативное описание. И это интеграция вообще всех знаний мировых гуманитарных о вертикальном развитии. Вот высшее вертикальное развитие, я называю словно это путь чемпионов. Второе направление развития, которое я описал, это целители. То есть исцеление это значит прохождение пути по развитию способности быть целителем для самого себя, психотерапевтом для самого себя. Потому что по любой насущной причине если мы не владеем этим искусством, нам нужно обращаться к психотерапевту, к доктору, к целителю, к какому-то эксперту, знатоку. Но оптимальная ситуация, когда мы сам себе целитель, сам себе доктор, сам себе психотерапевт. То есть когда у нас есть все необходимые знания для того, чтобы обладать совершенным здоровьем, максимальной энергией, быть каналом для максимально доступной жизненной энергии. Потому что уровень реальности, на котором мы живем теснейшим образом связан с тем уровнем энергии, который мы можем держать, пропускать, не так, чтобы это не выводило нас из состояния равновесия. Поэтому это важнейшая задача, условно говоря, путь целителя можно назвать. Отчасти я в своем курсе сам себе психотерапевт дал новые возможности и перспективы развития этих способностей на материале открытия и освоения 12 самых древних практик заботы о душе. Следующее направление развития это творческое развитие. Мы помним творчество, эволюция, две стороны одной и той же монеты, одно невозможно без другого. Творчество это энергия эволюции, энергия развития. в каждом микромоменте эволюции бурлит энергия творчества, бурлит семя нового мира. И в эволюционном процессе мы постоянно высаживаем семена будущего, который расцветает новыми реальностями. И как мы знаем, стать творцом очень непросто. Ну, во-первых, нужно решиться на это, потому что большинство людей говорят, не я, я, это не про меня, творчество, я вообще нормальный, средний, я этого не умею. Хотя все в детстве мы творили, все рисовали, пели, танцевали, не думая ни о чем. Мы не знали, что мы не творцы, и мы жили в творчестве каждый день, каждый день. Поэтому, с одной стороны, ребенок, вот то творческое начало, это и важнейший архетип обновлений творчества в юнгианской традиции, например, и в жизни каждого из нас. И в то же время это наш якорь, наш внутренний ребенок, наше творческое начало, наша творческая память, восстановив контакт с которым, мы можем раскрыться творчеству в настоящем, в теперешней взрослой жизни, и обрести твердый фундамент в этом. То есть, очень важно открыть заново творческое начало в себе, поверить в это. Затем, важнейший этап, это, конечно же, понять смысл искусства, смысл красоты. Искусство является высшей эволюционной практикой. Она и духовная, она и конкретная, она и объективная, материальная, она и внутренняя. И это наиболее универсальный инструмент. Он развивает все через искусство. За исключением, может быть, критического мышления нужно дополнить всем творцам одновременно этим компонентам. Но не всем полезно, может быть, для творчества. Кого-то это может чрезмерное критическое мышление окоротить. И здесь следующее важнейшее понимание это то, что искусство является одновременно также тем, что помогает нам странствовать по душам. То есть благодаря искусству мы открываемся миру человечества, миру прошлого, будущего, настоящего, фантастическим мирам, то есть вообще всем возможным мирам. Через искусство мы путешествуем в вселенные других людей. Вот это чрезвычайно важно. И наконец, у каждого человека, у каждого художника три важнейших испытания, три врага творчества. Первый враг это страх смерти и творчество, это всегда преодоление смерти, есть измерение в любом творчестве. Второе, это страх быть не как все, страх выскочить из колеи, это важнейший тоже страх человечества выделиться из толпы, стать заметным. И каждый художник преодолевает этот страх. И наконец, третий тоже важнейший страх, враг любого творца, это страх безумия. Безумие и творчество всегда вместе. Да, и не постигнув тайны безумия, не протоптав коммуникативных троп в безумии и обратно, не овладев необычными измененными состояниями сознания, не став с ними на ты, мы никогда не сможем раскрыть свой творческий потенциал. Ну и наконец, очень важно также знать, как устроен творческий мир, вот этот алхимический котел, в котором бурлится творческое, вот это бульон, из которого возникает произведение плоды реальность. То есть знать вот этот алхимический внутренний магический театр любого творца, знать, как он устроен, магический театр души, сознания. Ну и следующий важнейший момент, это, конечно, творческий поток, то есть импровизация, как суть творчества. Есть простой слоган у Ильфа и Петрова, обозначающий этот процесс. Астапа несло! Вот мы открыли рот и нас понесло дальше. Поток, поток, поток несет и мы импровизируем. И импровизация это одновременно и навыки, знания, понимание сути и преодоление многих других страхов, которые есть у каждого из нас, страха публичности, проявленности и одновременно героизм и понимание того, что этим необходимо делиться, необходимо распахнуться другим людям. То есть здесь много всего в искусстве импровизации. На прошлом, кстати, вот в записи фестиваля эволюции у меня даже был мастер-класс на тему импровизации как суть творчества. Я делился своим пониманием импровизируя на тему импровизации. Можно посмотреть в записи, кто интересуется. Так что вот это следующий важнейший шаг. И дальше у каждого из нас есть своя полянка творческая. Кто-то работает в кино, кто-то в театре, кто-то в музыке в том или ином направлении, кто-то вот именно в этом жанре, кто-то танцует, кто-то художник, кто-то поет и сочиняет песни, кто-то творит в отношениях, кто-то в педагогии, кто-то в политике, кто-то в технологиях и в компаниях. То есть безграничные возможности творчества во всех измерениях жизни. Но путь творца это очень сложный путь и развить как творцу это тоже до высшего уровня непростая задача. Следующее направление это путь, который я называю, я об этом вкратце говорил, героизмом. То есть освоениями всеми энергии жизни и всеми главными сценариями жизни. Суть этого стать хозяином своей жизни, освободиться от медийного рабства. И вот пройти героический путь, освоить все стадии это тоже важнейшее этап роста. У меня на эту тему, как и на тему творца, есть свои уже большие онлайн курсы шестинедельные. Это важнейшее направление. Со временем я по каждому направлению из восьми фундаментальных направлений сделаю такие онлайн курсы. Это в моей большой творческой задачи эволюционную вселенную представить. Это большая работа. последний курс что такое просветление это вызов. Мне самому приходится много проблем решать, много препятствий преодолевать. И так с каждым курсом, конечно. То есть решиться, принять ответственность, работать над собой, стать вратами, стать проводниками этих слов, этих смыслов. Это и обогащает, и это одновременно очень большая работа по подготовке, потому что многое очень сделано в этих направлениях человечеством, но многое, очень многое в новом свете и не сделано. И я рискую и решаюсь делать это одним из первых, наверное, и неизбежно возникают какие-то косяки здесь. Я за это прошу извинения, какие-то крайности тоже, потому что но я все-таки принимаю ответственность и решение за то, чтобы пусть в таком несовершенном виде уже начать этим делиться с людьми, потому что время очень ценно. Кто знает, сколько каждый из нас проживет и сколько проживет человечество, поэтому чем раньше, тем лучше. Я думаю, что люди разберутся и смогут развить дальше, исправить косяки. И в общем-то я по ходу дела тоже вебинарах тоже стараюсь исправлять. Вот это следующее направление. Еще одно направление, конечно же, связано с отношениями с другими людьми. И каждому из нас нужно пройти долгий путь развития, чтобы стать совершенным возлюбленным или партнером. Но если у нас, например, отношение я парень, у меня отношение с парнем, или я женщина, у меня отношение с женщиной, ну вот если исходить из современной мандалы возможностей. Конечно, подавляющее большинство это пары мужчина и женщина, но мы знаем, что есть и другие виды партнерства, и мы с уважением относимся, ну по крайней мере я с уважением отношусь к другим людям и к выбору их пути, не осуждая, но и также живя в такой большой общей картине мира и возможностей. Так что каждому из нас нужно пройти большой путь вот к такому совершенному партнерству в отношениях с самыми близкими людьми. Это много этапов, путь возлюбленного, путь партнера. Следующая модальность отношений это родительство в отношении меня как ребенка с родителями, бабушками, дедушками, братьями, сестрами, и меня как родителя отношений с моими детьми в обе стороны. Это путь очень большой развития, стать самому себе ребенком, родителем, педагогом, папой и мамой. Очень большой и сложный путь. И я только тогда становлюсь совершенным родителем для своих детей, когда я умею в совершенстве заботиться о своем внутреннем ребенке и быть совершенным ребенком для своего внутреннего родителя. Вот такая вот каламбурная формула для совершенного родителя. Это все тоже будет раскрыто, конечно, в специальном большом онлайн курсе, посвященном отношениям. Третье подлиментальное и модальное соотношение это сотрудничество и сотворчество. И это тоже бездна. Открытие пути, препятствий, как вот мы в бизнесе известно о командах, например, командная работа, но это только маленький фрагмент вообще большой сети мандалы человеческих отношений, сотруднических и сотворчественных. И мы можем в большом масштабе посмотреть на всю страну, на всю систему развития, управления, демократии, представления воли всех людей. Это колоссальная задача для человечества. И наконец, четвертый фундаментальный для всех модальных соотношений это дружба. И стать совершенным другом это важнейшая задача для каждого человека и важнейший вызов для каждого из нас. Вот это путь отношений, путь развития. Ну и наконец, шестая модальность отношения это путь канатоходца, путь равновесия жизни. Великий Нагарджуна во втором столетии нашей эры открыл серединный путь и открыл то, что самый быстрый путь к просветлению это серединный путь, путь избегания крайностей. Но знать серединный путь мы можем только испытав крайности и только зная центр в каждой ситуации жизни мы можем жить на всю катушку. Мы можем позволить себе пережить любые крайности, потому что нас не зависет, потому что мы не утратим скорость, потому что у нас всегда есть связь с центром и как космическая неваляшка, будучи отклоненным в любую сторону, в любом измерении, снова вернемся в вертикальное положение с музыкальным звоном. И вот знание серединного пути эмоционального, героического, духовного, интеллектуального, вообще во всех важнейших измерениях человеческой жизни это фундаментальнейшее направление развития для каждого человека. Только тогда мы можем стать совершенными серферами жизни. Это и есть истинный смысл того, что в таких технологиях с кодовым названием тайм менеджмент. То есть правильное управление временем. Ключ к этому это путь канатаходца, который не отрывен, кстати, от других фундаментальных мастерства канатаходца, от мастерства в других направлениях и усовершенствует, помогает направление. То есть все восемь фундаментальных направлений человеческого развития синергийны, то есть они взаимно усиливают, помогают друг другу, ускоряют друг друга, но они относительно независимы. Источник синергийности в том, что в центре всех этих путей мы, каждый из нас, да, это все произрастает вот из этого уникального единого центра, и мы можем двигаться в разных направлениях. Каждый путь для меня, для того, чтобы я развивался в том или ином измерении, каждый путь для меня это какая-то абстракция, хотя внешне это проявляется в разных делах и в разных формах. И вот это источник синергийности и источник единства. Но каждый путь опознается как отдельный, потому что мир внешний проявленный бесконечен. И мы имеем материальные измерения, материальный мир, ограниченную конечную жизнь и укладываем в своей жизни в разных направлениях и проявляемся в разных направлениях. Да, поэтому каждый путь имеет и отдельные четко различимые характеристики и измерения. Вот вкратце вот такая моя мандала современных направлений высшего развития, работы с препятствиями на пути к этому высшему развитию и именно это я и понимаю под современной картой и современными представлениями о высшем развитии то, что мы могли бы сравнивая с прежними представлениями назвать тоже просветление вот на всех этих путях, но уже современный взгляд о том, что такое просветление, такая возможно дифференцированная карта высшего развития в наше время. Вот, наверное, сейчас я вот уже обрисовал хоть и кратко на полную картину, но детально все это будет дано через мои беседы, через вебинары, через мои разговоры, диалоги с мастерами на курсе, который стартует 13 декабря и будет продлиться до 23 января. Курс так и называется, что такое просветление повседневной жизни, как духовная практика. приглашаем. Спасибо, Владимир, я бы хотел еще так дополнить немного, то, что это не просто карта эволюционная, вы еще и преподаватель, не просто практика, мастер по каждому из этих направлений, поэтому это не просто знание. Ну, далеко нет, я ни в коем случае не мастер, конечно, я дилетант широкого профиля, я учусь, я стараюсь, стараюсь, конечно, но не судите меня строго в этом плане, я не являюсь несовершенным артистом, хотя пытаюсь творить в разных направлениях, я не являюсь совершенным ученым, я знаю сотни намного более талантливых, блестящих, результативных исследователей, ученых России, в мире, и по любому направлению, я уж не говорю о духовных практиках, я не читаю великим духовным мастерам и не такой уж большой мастер и в отношениях, и в вертикальном развитии по всем измерениям, и в равновесии меня тоже заносит, я еще не, но, может быть, единственное, в чем я продвелся немножко больше, чем другие, это вот в таком в интегральном понимании, сбалансированном и в артикуляции, то есть выражение, по крайней мере, в словах, в системном видении, на вербальном и невербальном уровне вот этой большой картины, вот здесь действительно, ну вот, наверное, я один из лидеров в мире, один из, спасибо, я прям подтвержу то, что Владимир в этом году участвовал в качестве эксперта на европейской интегральной конференции, но это не первый раз был, это постоянно например, участвует, и несмотря на какие-то сложности с тем, чтобы раскрыть глубокую тему, как раз посвященную фильму, творчество Николаса Орбидоса, на английском языке, на все какие-то вот эти старания, люди англоговорящие с упоением слушали, с огромной благодарностью, и для них даже вы открываете вот это огромное окно бесконечность, и это действительно так, поэтому желаю поскорее, чтобы вышли ваши фильмы, они тоже переводятся на иностранные языки, вот, и это большая возможность. Кстати, мы договорились, что этот большой рассказ о творчестве Орбидоса с многочисленными слайдами, фотографиями, даже кусочками видео, я покажу на нашем фестивале эволюции, на русском языке уже, на родном русском языке, и все участники фестиваля смогут прикоснуться к этому миру, и до выхода фильма уже получить очень важное послание и пример, образец о том, как можно быть творцом в любой ситуации, и быть, исцелять свои самые глубокие травмы, помогать исцелению травм человечества. Здорово, да, и еще огромное благодарность за то, что вы участвуете в создании фестиваля эволюции, и вот эта многомерная карта, она содержится в нашем фестивале, и также многие мастера, ваши друзья, коллеги, они тоже специалисты уникальные в своих направлениях, Вадим, Демченко, Бронислав, Финогровский были на прошлом фестивале, и многие, многие другие, поэтому также пояс лучен, приглашаю всех на фестиваль и на программы курсы Владимира, информация более подробная есть в профиле в инстаграме у Владимира, а также на многочисленных ресурсах. У Владимира можно посмотреть несколько уже фильмов, которые уже вышли, их три, насколько я знаю, сейчас, таких качественно отснятых, современных, так скажем, последней вашей новой волны. Вот, и может быть буквально пару минут, пять минут на вопросы, я бы от себя задал вопрос, который, он такой немножко поверхностный и банальный ответ на него, но я к нему пришел через практику, я когда узнал и сбился через вас темой путешествия героя, я стал всячески, ну, отслеживать, как это проявляется в моей жизни, и вывод, вот этот очевидный, к которому я пришел, то, что это не одно путешествие героя, мы постоянно проходим циклы путешествия героя в разных делах и в своей жизни, вот хочу вас спросить, так ли это, и я сейчас включу комментарии, задать за это время вопросы, комментарии будут немножко заграживать видео, но на записи все будет хорошо. Да, конечно, конечно, задача всех трех путешествий героических, она актуальна всю нашу жизнь. Если мы живы и живем на всю катушку, то это героическая жизнь, а это означает, что мы находимся в непрестанном героическом путешествии. Героизм это и есть жизнь на всю катушку и работа со всеми проблемами и препятствиями, которые у нас есть. С одной стороны, есть мы ограничены, по крайней мере, в материальном проявлении и в плане наших возможностей. С другой стороны, есть бесконечные вечно меняющиеся вселенные люди, обстоятельства социум и так далее, непредсказуемо сплошные стаи черных лебедей, согласно Назиму, известному визионеру и экономисту. И как жить в этой ситуации? Быть постоянно бдительным, осознающим в энергии работать со всеми ограничениями и препятствиями. Это и есть героическая жизнь. И даже если мы прочистили самые глубокие травмы в своей жизни, то есть травму рождения, все травмы раннего детства, то у нас есть еще наши семейные травмы. С ними пока пусть в ограниченном, но достаточно эффективном формате работает системная семейная терапия, идущая от Берта Хеллингера. Она именно с этим слоем нашей души наиболее эффективно работает. Но есть еще коллективная бессознательная. И впервые работа с этой области была заявлена Карлом Густавом Юнгом и школой аналитической психологии. Но инструментарий, который использовал Юнг, был слишком слаб. То есть для этих инструментов активного воображения, работа с наведениями, было не по зубам работать с такими масштабными травмами. и потребовалось дальнейшее развитие телесно-ориентированной терапии, мифодрамы, театральных психотерапевтических практик, мистерии, психомагии Алекандра Ходоровского и, наконец, шаманских практик, понимания их важности в нашей жизни, языческих практик, холотропного дыхания, которым органично включены большинство из вышеперечисленных практик для того, чтобы, наконец-то, обладать инструментом, который эффективно с этим работает. И поэтому вот работать с неисчерпаемыми общечеловеческими травмами каждый из нас будет всю жизнь. Пока мы живы, мы с этим будем работать. Потому что, работая с этим, мы помогаем всему человечеству. Нас это лично не касается. но это касается всех людей. И через себя, работая с этими вещами, через себя, с общечеловеческими напряжениями и проблемами, мы помогаем освобождаться всем другим людям. По открытому Рупертом Шейлдерком эффекту формативной причинности. А если у кого-то получилось, у других получается легче. Мы все сообщающие сосуды. И работая через себя с коллективным бессознательным мы помогаем очищаться на индивидуальном уровне всем другим людям. Так что, в этом смысле, мифическое, героическое путешествие с нами всю жизнь. Мы постоянно работаем с энергией, помогая сперва себе, а потом неизбежно человечество. пока мы живы, пока мы с людьми, пока мы в человеческом измерении, мы продолжаем все экзистенциальные путешествия. У нас неисчислимые маршруты творческого развития, бесчисленные возможности развития сотрудничества, сотворчества, развития отношений, развития способностей исцелять путь целителя, внутреннего целителя. И так далее. По всем направлениям человеческого развития. И неисчерпаемые возможности духовного развития. Поэтому в каком-то хронологическом плане мы могли бы соотнести ранний период жизни от нуля до пяти лет с этапом шаманизма, с миром духов. То есть в своем индивидуальном развитии, как внутри матки, мы проходим всю историю животного мира, так и уже родившись в этот мир, мы проходим человеческую историю. И вот до пяти лет мы проходим период шаманизма. Дальше, где-то примерно до двенадцати лет мы проходим период язычества общечеловеческого, то есть сказочный божественный мир. Дальше период связанный с уже мировыми религиями и современностью такое экзистенциальное путешествие. Подростковый кризис знак этого путешествия. И дальше, если нам повезет, пройдя через кризис средних лет, где-то от тридцати двух до сорока пяти лет в этот период у каждого случается, мы естественным образом идем в духовные путешествия. Многие гораздо раньше, потому что духовное путешествие, как известно, оно может начаться и с момента рождения, как у Христа или под Масамхавы. То есть воплотился просветленный мастер по своему собственному желанию. И в Индии, например, я сам нередко встречал, когда был на Кумхамеле, учителей. Учитель – это ребенок пяти или восьми лет, например, и он дает учение, и у него есть родители, они заботятся о нем, как о ребенке, но в то же время он для них учитель, и он учитель для всех других индусов. Так что это тоже особый феномен. Поэтому по сути мы находимся в великих героических путешествиях всю свою жизнь. Они взаимосвязаны, в зависимости от меняющейся жизни, меняющихся задач. Мы знаем структуру, энергию этих путешествий. Мы можем ими управлять. Они не сбивают нас с серединого пути жизни. Вот в чем смысл овладения знаниями восьми героических путешествиях, героев и мужчин и женщин, о главных восьми историях, которыми мы живем, о главных видах энергии и главных смыслах, которые мы осуществляем в своей жизни. Благодарю. Благодарю, Владимир, за прекрасный эфир и всех наших зрителей. Благодарю за стойкость, интерес и участие. Приглашаю всех на живые также ваши семинары. Ихолотропное дыхание регулярно Владимир проводит в Москве. Это огромная возможность вживую повзаимодействовать с мастером. Также у Владимира всегда не только дыхание, но и какие-то интересные лекции, какие-то темы тематические. Это тоже большая ценность. У кого нет такой возможности в Москве поприсутствовать лично, присоединяйтесь к курсам, программам Владимира и к нашему фестивалю «Эволюция», который состоится в начале 2022 года. В ближайшие курсы Владимира 13 декабря, меньше чем через две недели, как раз, что такое просветление, где есть реальная возможность системно углубиться и пойти дальше, открыть для себя этот путь и шаги. Спасибо. Через три дня, седьмого по 12 декабря, будет третий модуль международного тренинга «Наследие Грофа». И еще есть последняя возможность на этот тренинг попасть. Тоже, пожалуйста, через любой из моих сайтов или через Homo Realitas или через Transperson.ru, там есть прямые линки на сайт курса и вся информация. Так что вы можете владеть всем потенциалом необычных состояний сознания и мастерски применять их во всех областях жизни. Спасибо громадное, Антон, спасибо громадные участники нашего эфира за вашу поддержку, за ваше внимание и до встречи на главном открывающем событии Нового года восьмидневном фестивале «Эволюция с мастерами». Всего доброго. Спасибо, спасибо, до новых встреч. До новых встреч.